Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели Начинаем работу в прямом эфире Игорь Пименов, депутат Сейма У нас сегодня в студии Особый сегодня день И эту тему мы обязательно затронем Я знаю, что Игорь должен был участвовать В шествии Бессмертного полка Но все-таки спасибо, что он откликнулся на нашу просьбу Прийти в эфир именно в этот день Добрый день Я пользуюсь возможностью, которую мне предоставляет АВИК Я приветствую сейчас участников Движения Бессмертный полк, которые идут Колонны к памятникам Освободителям В Рижском задвении Я поздравляю с Днем Победы Я радуюсь той гордости И ответственности С которой участники этого движения Подходят к своей миссии Сегодня действительно великий день Это день, когда мы должны помнить о том Чем обязано наше относительно Благополучное существование Крови и жизни наших отцов и дедов Это чрезвычайно важно То есть для вас 9 мая лично Это личный праздник? Вне всякого сомнения Не потому, что вы политик, да? И так было всегда И так было всегда во все время До исправния вас депутатами Сколько я себя помню 9 мая выделялся из всех Памятных, всех остальных Памятных дней Календаря И это важно Поэтому я Еще раз Если бы не наш разговор Сейчас в балконе Я был бы вместе с ними А у вас кто-то из семьи Тоже естественно прошел через войну Наверняка, да? У меня нет всякого сомнения Действительно Ну, во-первых, если говорить О моем отце То он воевал В начале Во время обороны Москвы Был там ранен Контужен Потом был отправлен Значит, на Дальний Восток И в балконе Японской армии В Манчжурии Ну, и, собственно говоря Потом еще там служил Это так И я об этом хорошо помню И фотография его Находится у меня сейчас рядом Я, повторяю Был бы я в этом шествии Я поднял бы я над собой Я почему говорил? Потому что, ну, мы понимаем Что сейчас есть такая Ну, мода, не мода Тенденция в Латвии Она особо прослеживается Как бы так Переписывать историю Отдельные страницы Из этого календаря Исторического вырывать Какие-то страницы вставлять Страна, как кто-то заметил Зачастую С непредсказуемо прошлым И что касается Вот Бессмертного полка Ведь эту акцию Тоже пытаются демонизировать Превратить Что это какая-то Не знаю Покремлевская Пороссийская Там и так далее Да, но как это и бывает Ну, вообще-то Историю любая Власть В большей или меньшей степени Пытается Перелицевать историю Под себя Не только в Латвии Безусловно У нас и причем Люди, которые жили В Советском Союзе Тоже об этом хорошо помнят Просто сейчас Произошла как бы Рокировка И люди, которые Сейчас Собственно говоря Осуществляют реальную Власть Латвийской Республики Чувствуют себя победителями Обязанными Отыграться По полной программе Полностью За все те обиды Которые, возможно Действительно Они Держат в своем сердце Знают историю Своих семей Но это не будущее Латвии Это невозможно Это надо обязательно Преодолеть Чем можно скорее В противном случае Это будет Бег в мешке А не движение вперед Это чрезвычайно Разлагающее настроение Которое надо Преодолеть Как можно скорее Так вот Случилось Не знаю Случайно Или специально Вряд ли случайно Что парламент Начал рассматривать Такую народную инициативу Очередную О сносе памятника Ну фактически В преддверии Очередной годовщины Дня Победы Я так понимаю Что удовольствие Хотят растянуть По крайней мере До выборов Яропарламент Там мандатная комиссия Скоро передаст Это на рассмотрение Вот комиссии По иностранным делам Вот вообще Вы лично верите Что дело может дойти До какого-то решения Сейма Учитывая конечно Состав правящей коалиции Вообще баланс До сноса памятника Сегодня Посол России Лукьянов сказал Что вероятность ноль По его мнению Как вам кажется Я уверен Что все-таки У латвийского МИДа Достанет мудрости Чтобы быть твердым В своей оценке Которой он придерживался До сих пор Указывая на соглашение Международной Федерацией И Латвийской Республики О защите места Сохранения О защите памятных Знаков Второй мировой войны И едва ли другую Реляцию Получит комиссия По иностранным делам Сейма И из Министерства Иностранных дел Но я могу предположить Что найдутся Силы Которые захотят Как-то скажем Найти какое-то Начать искать Юридическое обоснование Тому как обойти Это соглашение международное Плести сеть Поэтому Все кто Ну для кого В общем-то 9 мая Семейный праздник И те для кого История Семей Связана С победой Во Второй мировой войне С Великой Отечественной войне Должны быть Насторожей И хорошо понимать Что всякое может Возможно В нашей республике Пока риск сноса Действительно Очень невелик И я понимаю На чем Основывается Оптимизм Российского посла Но в нашей стране Всякое может Случиться Поэтому еще раз говорю Надо быть бдительным И быть Внимательным К событиям И не давать Чтобы они Заходили очень далеко Потому что Это может Привести К результатам Которым мы Конечно Не хотим Вот так Чтобы закончить Эпопею Вокруг памятника Мы знаем Что звучат И альтернативные Так называемые Предложения О том Что ну ладно Снести Не снести Наверное мы не сможем А вот мы переименуем Вот и посмотрим Как сказал один депутат Как придут люди 9 мая Если мы его назовем Памятник оккупанта Ну это Конечно Оскорбительно Это действие Направлено На то Чтобы оскорбить И унизить Совершенно понятно Люди Будут Те Кто Кто Как раз 9 мая Отмечают Наши сограждане Латвийцы Будут оскорблены Вне всякого Сомнения Вместе с тем Этот праздник Я думаю Даже не испортит Кроме того Это все можно Как бы сказать Творчески обыграть И даже Если там будет стоять Щит Рядом с памятником Который будет Так сказать Расскрывать Правду Так как я понимаю Нынешнее Политическое лето Все равно Это праздник Не испортит Другое дело Просто нужно Быть достаточно Твердым И возможно Это создаст Повод Для латвийцев Еще раз Пересмотреть И перебрать Под бусинки Историю Нашей страны С тем Чтобы разобраться Кто правда Виноват А не находиться В плену Заблуждений Которые Поддерживаются Отчасти Средствами Массовой информации Тоже Да Вот интересно Это правда Тоже в какой-то степени Естественно Связано с памятником Правда Больше вообще С историей Мы знаем Что были поданы Поправки Еще в апреле Они рассматривались Если я не ошибаюсь В первом чтении О запрете Ношения Нацистской И советской Формы Ну понятно Что прежде всего Это было направлено Против советской формы Против тех Ветеранов Которые уже за 90 лет Как мы понимаем Которые приходят 9 мая Точнее Ну зачастую Их уже привозят Потому что Возраст соответствующий Да И вы Выступили с речью И затронули Вот советский период истории Вообще советскую историю И после этого Я так понимаю Что целый ряд депутатов Решили вас примерно наказать И подали в комиссию По мандатам и этике На вас заявление С просьбой там Применить к вам Высшую меру наказания Ну которая предусмотрена Кодексом этики Уважаемые радиослушатели Не подумайте Речь пока о расстреле не идет Речь идет о том Чтобы запретить вам Участвовать Да В пленарных заседаниях Какое-то количество Я так понимаю Я так понимаю Что часть речи Как вы поясняли Потом Все-таки Была выделнута Из контекста А что вообще сказали Я сказал Или сказали Комиссия Или те вот эти Охромленные депутаты Которые не писали Сначала То что вы сказали Что пояснить Не все может быть Я указал Что конечно же Эта поправка Которую Внес К закону О собраниях Шествиях И пикетах Депутат От национального Объединения Эдвин Шнуры Вовсе не Советские гимнастерки Вообще не Военной униформе Она Цель ее Совсем другая Цель ее Приравнять Уравнять Коммунистическую Идеологию С национал-социалистической Идеологией Советский Союз Нацистской Германии И замылить Вообще сам факт Победы Советского Союза Вместе с союзниками Над фашистской Германией Собственно говоря Вот это главное Что я хотел сказать Это конечно Вызвало там Бешеную реакцию Обвинение в том Что я не знаю истории И прочее Прочее Но хорошо понимая С кем я имею дело Я привел В своем выступлении Цитату из Обращения Президента Федеративной Республики Германии В 1980 году На сорокалетие Окончание Второй мировой войны Когда он обращался К Бундестагу Это очень Трезвая точка зрения Которую я Как бы советую Всем Кто интересуется Историей И хочет Укрепить Свой Ну Свою эрудицию И полемический багаж Прочитать Это выступление Президент Рихард фон Байдзекер Он указывает На то Что был договор Между Германией И Советским Союзом Что был Или дополнительные Протоколы Что все понимали Хорошо Что договор Между Германией И Советским Союзом Приведет К Нападению Германии На Польшу И оккупацию Большей части Польши Германским Вербахтом А не Советская армия Как это сейчас Утверждается Но при всем При этом Первым Применил Силу Гитлер И вся Последующая История Нашего человечества Будет связывать Начало Второй мировой Войны С Германией А не Советским Союзом Который победил В этой войне Я это сказал Это вызвало Вторую волну Неприязни Которую я испытал Буквально стоя Там же на трибуне Теперь Когда возбуждено Или как говорят Специалисты Юриспруденции Возбуждено Дело О нарушении Многое Кодекса этики Депутата Сейма Мне предстоит Собственно говоря Еще раз доказать То с чем я выступал Возможно Мне это будет сделать Даже легче Потому что Мы обвинители В общем-то Подергали Цитат из моего выступления Намеренно Оставив в тени То на чем я настаивал А я говорил о том Что Советский Союз И нацистская Германия В принципе Несравниваемые Советский Союз История СССР Это история Побед История И поражений Больших подвигов Жертвенности людей Во имя тех идеалов Во имя которых Эта страна создавалась Большого духовного взлета Создания Величайших работ В искусстве В науке И в то же время Эта история И ошибка Эта история Преступлений Которые тоже Составляют Неотъемлемую часть Истории Советского Союза В то же время История Нацистской Германии С 1933 по 1945 год Это война 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 и только война Плюс ко всему еще Шовинизм Который взят на вооружение Государственной идеологии Это расстрел Гражданских заложников И многое то Что наводит ужас Любого читателя Исторических документов Уже в наше время Просто недопустимо Приравнивать Одно государство В другом Если мы хотим Остаться На почве Исторической правды Все документы Надо исследовать Все надо брать Во внимание Но именно Вот этот Всеобъемлющий подход Он убедительно Доказывает Что эти два государства Не приравниваемы Друг другу И с этим Не все хотят считаться Не все считают Что Латвия Что Соединенные Штаты Например Приняли правильную сторону Во время Второй войны Когда надо было Принимать решение Против кого воевать И думаю Что мои обвинители Поймут это Рано или поздно Сами В какой степени Удастся мне Это доказать Посмотрим Да Вот Ну в принципе Вы не исключаете Что вас могут лишить Возможности Даже участвовать В каком-то количестве Пленарных заседаний Фактически Из-за слова Может быть Ну понимаете Решение принимает Мандатная Комиссия по мандатам Этики и заявления Таковое полное название Вне представлены По два человека От каждой фракции Фракции семь Потом 14 Депутатов Соответственно Из этих 14 депутатов 10 депутатов Из правительственной коалиции Поэтому если на Коалиционном совете Будет принято Решение Условно говоря Избавляться От одного из депутатов Оппозиции А уж тем более От депутата Согласия То это решение Будет продавлено При всей аргументации Я к этому готов Потом еще будет Фаза Фаза Защита Утверждения Этого решения На пленарном заседании Но там уже Не приходится Рассчитывать На какое-то Объективное осуждение Там все будет Воспроизведено В любом случае Заседание комиссии И заседание Пленарное Всеми Это трибуна Для выступления Для разъяснения Своей позиции Для обращения К своим избирателям И я этими Трибунами Буду пользоваться Игорь Пименов У нас сегодня В студии Сегодня в особый день 9 мая Небольшая пауза На новости и рекламу Не переключайтесь Добрый день Еще раз Игорь Пименов У нас в студии Депутат Сейма Сегодня Как раз в парламенте Рассматривал Законопроект Отдельный Специальный законопроект Который Внес Раймонд Вейнис О том Что предоставлять Автоматически Гражданство Детям У которых Оба родители Не граждане Притом здесь важно Напочеркнуть Что речь идет О неродившихся детях Это еще только Со следующего года И вообще В соответствии С этим законопроектом Хорошо если там Человек 10-20 В год Будут Получать Это гражданство Автоматом Тем не менее И этот Ну я бы сказал Такой есть Так можно в кавычках Безобидный Безобидный законопроект На чем они Новорожденный Что с 1 января Голосовало Голосовало Движение За И проголосовало Новое единство А также Да И КПВЛВ Против голосовали Только депутаты Консервативной Партии И национальное Объединение Это так скажем Такой блок В блоке Это так сказать Такая Скажем Националистическая Косточка Люди во всем Уверены И ни в чем Не сомневающиеся Не готовы Отдать Не пяде Так сказать Позиции За которые Они выступают Не думаю Что это Плодотворная Позиция Я уверен Что этот законопроект Будет принят И На том стоим Я тут даже не знаю Что добавить Правильный законопроект Да Но ведь И я знаю Что и ваши Однопартийцы Сегодня с трибуны Сейма выступали И подчеркивали Что Несмотря на то Что понятно Что это шаг В правильном направлении Он кардинально Ничего не меняет Мы уже с вами Констатировали Что речь идет Даже не о тех детях Неграждан Которые родились Вот до принятия Этого закона А только будущее Уже не говоря о том Что все остальные 200 тысяч Неграждан Никак не попадают Под действие Этого законопроекта И многие считают Что это не то Что капля в море Что это Ну как бы Это так больше Чтобы Не знаю Прикрыться Перед международными Организациями И такой дополнительный Пиар получить Вот видите Видите Какой жест мы сделали Наверное Я согласен с вами Должны другие решения Более радикальные Но опять таки Видите Радикальные Но лишь видимо Коалиция не готова Любая победа должна Готовиться заранее И в некотором смысле Должна быть обречена На успех Тогда действительно Проект считается Совершенным То есть я к тому Что надо Разрабатывать Такие законопроекты Которые получают Поддержку Не только Конкретных авторов Законопроекта Но и Достаточно широкого Круга Политиков Из разных фракций На которые Можно рассчитывать Перед тем Как передать Законопроект Всем Очень часто Кстати Наверное Это уместно На это внимание Наших слушателей Обратить Очень часто Наши избиратели Говорят Ну что же Вы молчите Ну вот Вот такое Сделайте Вот так Вот напишите Вот так Вот вы Рассказываете О каком-то законопроекте Хорошем Почему же Вы его до сих пор Не подали Дело-то в том Что подать легко Но у этого законопроекта Время жизни будет 10 минут 45 секунд То есть На этапе Внесения Передачи его На рассмотрение В комиссии Одно выступление Будет Наше За Кто-то выступит 5 минут Против Итого еще 45 секунд Голосования И все И жизнь этого законопроекта Окончена Да Мы подняли Знамя Да Нашим избирателям Наверное Будет Приятно Вечером По телевидению Узнать о том Что была вот такая Попытка Было такое мероприятие Кому-то из наших Политиков Будет лестно Потом сказать Что вот Мы сделали все Возможное Но У такой инициативы Короткие ноги Она даже не в истории Не задерживается Я уж не говорю о памяти людей Необходимы серьезные Такие глубоко Шалонированные проекты Которые предполагают Опять-таки Долгую работу С возможными союзниками И это самая главная работа Всеми Я считаю А не хождение С флагами Не Громкие Перебранки В эфире А именно то Что чаще оказывается Так скажем За занавесом Этого театра Который называется Сейма Отвистской республики Из того что вы сказали И в предыдущих Наверное Ваших эфиров Нашей радиостанции И сегодня Вообще обстановка В нынешнем В новом парламенте Который отработал Наверное Чуть больше полугода Обстановка Крайне Сложная Да То есть она еще хуже Атмосфера Чем была Вот в прошлом Тут есть два Два замечания Первое Что вообще Начиная Как я утверждаю С 11-го года Вообще В стране Радикально изменилась Политическая ситуация И заправляет Политика Латвийская Сейчас Сто крыло Латвийских политиков Которые Начиная С 1988 То есть первого Съезда Народного фронта Были на краю Латвийской политики Это они создавали Радикалы Да Это они были У основ Латвийского Движения Национальной Независимости Латвии Они были Радикальным Крылом Народного фронта Они были На отшибе Всей полемики Которая проходила Когда начиналось Движение За интеграцией Общества Каким бы Не было Ущербным Движением Но там Ясно Может быть В меньшинстве Назвучали Голоса Националлибералов Латышей Сейчас Они как раз Сами-то оказались Маргиналами И Центр Политический Заняли Национальные Радикалы Политики Которые Не выбирают Слова В полемике Которые Не дают Поднять голову И прежде всего Все эти Словесные Обвинения Которые Выдвигаются Против В частности Меня Направлены Не против Нас Не против Согласия А против Тех Немногих Демократов Которые Все еще Находятся В латвийской Политике Латышской Латвийской Политике Им сейчас Наверное Не просто Конечно Это так Безусловно Безусловно Существенно Сгустилось Все это После Перенятия Россией Крыма Это Создало Чрезвычайно Просто Другую Совершенно Геополитическую Обстановку На фоне Армии Так оно Есть Я не Преувеличиваю И Сегодняшнее Седание Это Моя Реплика Второе О чем Я хотел бы Тоже Сказать При всем При том Что Ксенофобское Крыло Нашего Латвийского Сейма Составляет Ну Почти Половину Я так Это Примерно Ну Вот Оценил Бы При всем При этом Появились Новые Политики Которые Как бы Ну Не Вовлечены Были Ни в Какие Прежние Политические Интриги И Комбинации И которые Ну Просто Руководствуют Со своей Совестью Воспоминаниями Юности Когда Они Реально Видели В новой Латвийской Республики В установлении Независимости Свежий Старт Вхождения В Европу Возможность Обрести Европейские Ценности И оставаться При этом Самими Собой Какими Они Есть Латышами Русскими Делать Одну Маленькую Но Очень Преуспевающую Страну На востоке Европейского Союза И Они Сейчас Говорят Это Они Указывают На то Что происходит Это Совершенно Поперек Того Что они Предлагают Радикалы И очень Рассчитываю На то Что эволюция Политическая Приведет Примерно На близкие Позиции Тем Которые Занимаю Я и Мои коллеги В партии Согласия Социал-демократической Партии Согласия Это Очень Осторожный Прогноз И я Очень Не хотел бы Спугнуть Никого Кто Действительно Находится На этом пути Но я Действительно Я вижу Что Полемика Иногда Такая Острая Которая Открывает Все шлюзы Не только Для предубеждения Но и для откровения В латвийском Семь Политика Стала Интереснее В этом смысле В этом смысле Да Вот Мы знаем Что 25 Мая Уже Пойдут Выборы В Ярпарламент Но Совсем Скоро По моему 29 Мая Коалиция По крайней мере Так Предложила Пойдут Выборы Президента Они Избираются Напомню Нашим радиослушателям К сожалению На мой взгляд Все таки Не всеобщее Голосованием Граждан Латвии А только В парламенте И до вчерашнего дня Казалось бы Казалось бы Что выборы Пройдут без выборов То есть не будет Даже Ну формального Конкурента У господина Левица Как вам Вся эта ситуация И что вы ожидаете В случае Если Левиц Будет избран Ну к этому Все идет Мы же понимаем Мы задали Два вопроса Первый Так есть выбор Или нет выбор При процедуре Которая была Сформирована Под занавес Предыдущего Сейма Предыдущего созыва Который предполагает Открытое голосование В Сейме По большому счету Все равно Выбора не будет Потому что Если не будет Никих неожиданностей Политики Правительственной коалиции Поддержат Эгила Левит И точка И так оно И может случиться С большой вероятностью Потому что Ну как Если бы было Закрытое голосование Можно было предполагать Что кто-то Осмелился бы Допустим Нарушить И Проголосовать За альтернативного Кандидата Сейчас это сделать Добиться Крайне сложно Вместе с тем Вместе с тем Любое выдвижение Новых кандидатов Создает Дополнительные Возможности Для маневров Почему Потому что Выборы проходят Все таки в два тура И если в первом туре Не Наберут То есть Те кто не наберет Те кто не наберут Достаточное количество голосов И останутся За пределами голосования Они тем самым Ну как Оставят для второго тура Те кто получил Первое и второе места По количеству Поданных голосов Это важное обстоятельство Это дает возможность Для политического маневра Это дает возможность Для поиска Союзников Как будет Глазовать согласие Я не берусь Сейчас Предполагать Хотя потому что Я не знаю Сколько кандидатов И кто эти кандидаты Это совершенно открыто Но я хочу Я хорошо понимаю Что как бы Ненавидели нас Некоторые политики Всеми Каждый Наш голос При всем при этом Может оказаться весомым Мы будем принимать решение По мере приближения Даты Вами названной Мы будем внимательно смотреть Кого выдвигают Другие политические партии Мы уже договорились Что готовы Выслушать любого кандидата Который только захочет Прийти к нам на заседание фракции А вы видите вообще опасность В случае избрания Левицы Президентом Потому что Ну не секрет Что он является Ставленником Носервативных сил В парламенте Так мягко говоря И сам не скрывает Своих таких явных Консервативных Так опять таки Дипломатически Говоря взглядов Я хочу сказать Что все что он мог сделать Он уже сделал С точки зрения Крамбовой Значительная И не только это По большому счету Вся правовая конструкция Латвийской республики С точки зрения Этого континуума Правовой системы Которая воспроизведена В восстановленной Независимости Такой политический Полтергейст Вот Появился вот он И материализовался Это его Рук Дело Что он еще может добавить Да Преамбулы Сюда же относятся И никаких неожиданностей Другое дело Что он будет Тогда предсказуемый Президент И который не будет Выкидывать всякие Фортеля Которые вызывали Как раз раздражение Предыдущего Сейма В частности Это инициатива Связанная с Предоставлением Автоматическим Предоставлением Гражданства Родившимся Родившимся В Латвийской Республике Младенцам Это Ну Безусловно Чрезвычайно Причем Более того Я думаю Что Эгил Славец И будет В частности Тем лицом Что бы он ни говорил Который будет Препятствовать Принятию законодательства Предполагающее Избрание президента Всеобщим голосованием Это конечно Палкады в их концах Надо очень внимательно Смотреть Как будет складываться Законодательство Которое в пользу Такой инициативы Но я как раз думаю Что будет сделано Все возможное Чтобы Возможные препятствия Для Выдвижения Кандидатов От оппозиционных Партий Были обеспечены Полноценно И именно при поддержке Президента Если таковым Будет Эгилославец Я еще раз говорю Я не знаю Как я поголосовал бы Сам бы за Эгилолевеца Потому что в конце концов Как бы я к нему не относился В политике не бывает Говорят Политики не имеют ценности Благие намерения А имеют вес Целесообразные поступки Поэтому Каким он будет Повторяю еще раз Зависит от того Кого еще понаводвигают Мы сделали свой шаг Накануне выборов 13-го сейма Мы выдвали Петриса Спродиса Руководителя Федерации баптистов Латвии На него было оказано Чудовищное давление Его там затравили Буквально за считанные дни Вы знаете Многие как бы говорят Ну вот Ну кого же его там Тогда выдвинули Ребята Я не желаю Одной тысячной части Того что я испытал Петрис За те Несколько дней Которые На которые Так что сошлались И это только показывает Каково наше общество Как многое еще надо сделать Чтобы действительно Идеи Сплочения Осуществились Чтобы выплеснуть Все предрассудки И предубеждения Которые Которым живет Наше общество И это касается Не только Латышской части Я Утверждаю С полным основанием Что К сожалению И мои единокровцы Если можно говорить Так о людях Которые говорят Дома на русском языке Очень часто Носят свои предубеждения Которые тоже Составляют препятствия К сплочению И это касается Прежде всего Ну Не понимание Того Какую историю Прошли Латышник Как сложилось Как сложились Их стереотипы И ценностные И мыслительные И поведенческие Надо понимать Это с обеих сторон Тогда мы действительно Сможем сделать Единую страну К этому пока не Надо стремиться Наверное Я к тому что Ну я сейчас как-то Заговорил Как согласист Ну уж Кого пригласили Того пригласили Того пригласили Игорь Пиминов Был в студии Большое спасибо Спасибо за то Что пригласили меня Всего доброго С праздником С Днем Победы С Днем Победы С Днем Победы